Привет, я Клифф Хенгер, и это фильм «Люсия де Берг». Медсестра обвиняется в убийстве новорожденных из стариков. Людская молва окрестила ее ангелом смерти, а пресса именует самой хладнокровной серийной убийцей в истории страны. Нужно лишь сесть на 11-й трамвай, чтобы попасть туда. Да. Фильм, основанный на реальных событиях, начинается с мчащегося по трассе полицейского кортежа. Они перевозят закованную в наручники медсестру Люсию де Берг, с которой очень хотят пообщаться журналисты. История переключается на девушку Юдит, молодого юриста, только-только получившего должность помощника прокурора. Ее приглашают на знакомительную беседу с начальством, где тут же нагружают кучей бумажной работы. Люсия, будучи медсестрой на свободе, на дежурстве обходит палаты детской терапии. Слыша плач младенцев, она подходит к одному, чтобы успокоить. Предупредив коллег, что поставила некоторым из них капельницы, Люсия уходит домой. Там она ухаживает за больным дедушкой. После, по просьбе бабушки, женщина достает свою старую колоду карт, чтобы погадать. 8 сентября 2001 года Люсия дает младенцу подышать через кислородную маску, уточняя у коллеги, когда малыша кормили. С перекурой ее вызывает сигнал тревоги. Младенцу стало хуже. Вызвав доктора Копс, медсестра по ее приказу отключает кардиостимулятор и готовит капельницу, но осмотр не выявляет никаких отклонений. Тем не менее, позже младенцу становится хуже. Персонал проводит легочно-сердечную реанимацию, но безуспешно. На комиссии, рассматривающей данный инцидент, Люсия признается, что во время ее дежурств постоянно случаются подобные трагедии, будто она притягивает беду. Медсестру отправляют домой, отдохнуть несколько дней. Но это лишь причина сбагрить женщину подальше с глаз. Юристы больницы решили, что она причастна ко всем этим смертям. Юдит с прокурором наведываются в муниципальное заведение, где коллег Люсии опрашивает детектив-босс. Дружный женский коллектив по всем законам серпентария рассказывает, что та держится холодно и отстраненно, не желая сближаться с более молодыми сотрудниками. Доктор Копс рассказывает юристам об инциденте с младенцем, с которым, по ее словам, все было нормально. Патологоанатома смущает наличие препарата в крови ребенка, который ввели в организм неизвестным способом, что могло стать причиной летального отравления. Ситуацию усугубляет тот факт, что на предыдущем месте работы у Люсии также было 17 случаев внезапных смертей во время дежурств. Руководство просит доктора Копс составить отчеты о подозрительных пациентах, где теоретически могла быть замешана подозреваемая. Так как для выдвижения обвинения пока что нет оснований, прокурор просит держать расследование в тайне. Расстроенный отстранением Люсии переживает дома, когда по телевизору натыкается на новостной репортаж о внутреннем расследовании смерти младенцев и собственной причастности к ним. Прокурор тоже недовольно своевольной выходкой начальства больницы. Юдит, посовещавшись со специалистами по статистике, уверена, что медсестра виновата. Слишком уж подозрительная череда совпадений. Однако прокурор мыслит с точки зрения опытного юриста и хочет собрать доказательства посущественнее. Для этого прокурор выписывает Юдит ордер на обыск. Полицейские вламываются в квартиру, но Люсии там нет, только ее сожитель Питер. Девушка и детектив обращают внимание на подборку книг на полке, а также на записи в дневнике, где прямо написано, что у медсестры есть некая тайна. Возвращаясь с обыска, Юдит задается вопросом о мотивах, на что босс замечает, что особых причин для маньяков и серийных убийц не надо. Достаточно просто не попадаться. Наступает 13 декабря 2001 года. Полицейские прослушивают квартиру бабушки и дедушки Люсии. Она по телефону просит парня посмотреть в справочнике о побочных эффектах одного лекарства. Загуглив, что передозировка может быть смертельной, Юдит снарядом отправляется туда, чтобы арестовать медсестру. Во время допроса до того, как приехал адвокат, детектив-босс с коллегой обсуждают детали и нюансы рабочего процесса медсестры. В ходе беседы всплывает факт подростковой проституции, которой Люсия занималась когда-то давно, а также другие подробности бурной юности и непростых отношений с матерью. Именно она стала сутенером дочери. Это наверняка наложило отпечаток на хрупкую детскую психику. И кто знает, к чему привело в итоге. Прозванную журналистами ангелом смерти Люсию садят в тюрьму. Через два месяца после ареста ее продолжают допрашивать, уточняя, о чем именно она пишет в дневнике. На все вопросы женщина отвечает, что имеет право хранить молчание. Такой подход не нравится прокурору. Юрист требует отчет токсиколога, чтобы хоть на чем-то выстроить обвинение. Когда дедушка Люсия умирает, прокурор с командой отправляется в тюрьму, чтобы сообщить печальную весть и посмотреть на реакцию. Отвлекшись в последний момент на телефонный звонок, прокурор посылает в камеру Юдит. Утомленная вопросами Люсия лежит на койке, игнорируя просьбу подняться. Лишь когда визитер сообщила новость, та вскочила и, не дрогнув ни единым мускулом, села на унитаз справлять нужду. Поняв намек, Юдит выходит из камеры. Не заметив никаких эмоций на лице узницы, удовлетворенные юристы уходят. И только после этого Люсия позволяет себе заплакать по родственнику. Медсестру навещается о жителе дочка, которая живет с родным отцом. Люсия уверена, что рано или поздно в полиции поймут, что совершили ошибку, и ее отпустят. Она держит дочь за руку, что запрещено правилами посещения, и на этом свидание заканчивается. Просматривая материалы дела, Юдит замечает, что кардиомонитор погибшего младенца был выключен в течение получаса незадолго до смерти. С этой информацией она идет к прокурору, надеясь выдвинуть обвинение, ссылаясь на опыт юридической системы Соединенных Штатов. На слушании по этому делу показания самой Люсии не учитываются, в то время как мнение эксперта, который даже не видел отчета о вскрытии, принимаются во внимание, а доктора Копс, присутствовавший в палате и велевший отключить кардиостимулятор, на заседании нет по состоянию здоровья. К тому же обвинение инкриминирует бывшей медсестре убийство других пациентов. На основании этой информации судья приговаривает Люсию к пожизненному заключению. Пока ее перевозят в тюрьму, где досматривают, довольные прокурор с помощницей спускаются по лестнице мимо родных ангела смерти. На фуршете в честь успешного завершения дела Юдит замечает не только тот факт, что все свидетели обвинения хорошо знакомы друг с другом и прокуратурой, но также узнает, что доктор, который вызвал Люсия в день смерти младенца, экстренно госпитализирована в психиатрическую больницу. Данная информация не дает юристу покоя. Мучаясь от бессонницы, она начинает копать под доктора Копс. Узнав, что та давно страдает от депрессии, Юдит идет к прокурору, но той не хочется разбираться в уже выигранном деле. Сославшись на то, что этот факт может стать причиной для апелляции, Юдит начинает сбор материала. В больнице, где работала Люсия, одна из медсестер признается, что та обожала детей и бралась за самые трудные случаи, чтобы спасти их. А коллеги оговорили ее не только из зависти, но также из-за готовящей серии организаций. Медсестры боялись потерять работу и поддакивали версии руководства. Юдит отправляется к директору больницы, чтобы запросить оригинала отчетов обо всех подозрительных случаях, в которых обвинили Люсию. Тем временем она сама знакомится с новым адвокатом, который, изучив все дело, хочет взяться защищать медсестру, так как верит, что ее дело явно ангажировано. Женщину переводят в общую камеру, выдав попутно копии отчетов, чтобы та изучила их и помогла указать на несоответствие. 19 апреля 2004 года проходит слушание по апелляции. Первым делом защита указывает на некомпетентность человека, подготовившего статистические данные по смертности в больнице за 2001 год, так как он не владел общей картиной за предыдущие года, ровно как и не имел понятия о количестве персонала. Его цифры не отображают реального положения дел. Прокурор возражает, что эти данные уже не имеют отношения к делу, поэтому были удалены из него. От такого поворота даже Юдит удивилась, выразив невольно свое сомнение в адекватности начальника. После слушания Люсия отправляется в камеру, а Юдит идет к патологоанатому, чтобы уточнить некоторые детали. Выясняется, что отчет о вскрытии он передал доктору Копс, но оригинал остался на компьютере. Из него ясно, что обвинение немножко передернуло факты, а чтобы прикрыть промашку, прокурор заказал новый отчет об отравлении. Сопоставив факты, Юдит спорит с начальством, можно ли строить стратегию обвинения на недостоверной информации, но прокурор считает, что даже так Люсии место в тюрьме. Беседа заканчивается отстранением Юдит. 4 июня 2004 года проходит апелляция. Люсия смотрит из окна фургона на беззаботную жизнь, которую ее лишили по решению суда. Юдит присутствует в толпе возле зала суда, где узнает от детектива босса, что про нее ходят слухи о нервном срыве. Защита начинает с того факта, что ни один свидетель не видел, чтобы Люсия сделала или не сделала что-то такое, что могло привести к смерти. А то, что они умирали, вызвано ее заботой о тяжелых пациентах, у которых и так шансов выкарабкаться было немного. 18 июня суд выносит вердикт по апелляции. Судьи признают Люсию коварной и хитрой убийцей, умело заметающей следы преступлений благодаря своим знаниям. К пожизненному тюремному сроку добавляется принудительное лечение в психиатрической клинике. Расстроенный адвокат, взяв себя в руки, приступает к планированию следующей апелляции, для чего придется пересмотреть всю цепочку судебных слушаний. Он получает звонок с неизвестного номера на проводе Юдит, которая хочет поделиться новой информацией. Они встречаются вечером, чтобы обсудить доказательства невиновности Люсии и факт фабрикации дела. Но чтобы подать еще одно обжалование, нужны результаты повторного теста на отравление. Юдит отправляется в офис прокурора, откуда ее уволили, и обманом отвлекает коллегу из кабинета. Пробравшись внутрь, она рыщет в кабинете прокурора в поисках данных второго теста. Найти нужный отчет не получается. Коллега уже возвращается в офис, но в последний момент Юдит замечает нужную папку. Встревоженная странным поведением уволенной товарки, бывшая коллега просит разрешения обыскать ее сумку, но там ничего нет. Девушка прячет папку под одеждой. К Люсии приходит новый посетитель, помощница прокурора, чьими стараниями ее упрятали за решетку. Юдит говорит, что хочет помочь выбраться из тюрьмы, но медсестра не слишком ей доверяет. Только новый отчет и искренние слезы кое-как помогают найти общий язык. Заприметив свет надежды в конце тоннеля пожизненного заключения. Люсия даже танцует в камере. Позже, обсуждая в тюремной мастерской перспективы освобождения, женщина признается, что будет скучать по сокамернице и остальным заключенным. Ей даже доверяют укачать плачущего младенца, рожденного в застенках. На ее руках младенец быстро перестает плакать. 14 марта 2006 года проходит заседание Верховного суда. Однако даже факт того, что дело сфабриковано, не позволяет судям удовлетворить апелляцию. С юридической точки зрения процесс прошел без эксцессов, так как о новом отчете стало известно уже после вынесения приговора. Люсия остается в тюрьме. Ее запирают в одиночной комнате, где ей становится дурно, но охрана игнорирует все симптомы. Когда родным запрещают с ней видеться и не говорят, где она, Юдит идет к прокурору, чтобы выяснить отношения. Несмотря на увольнение, ей разрешают привезти семью и адвоката к Люсии, лежащей в тюремном лазарете. После этой встречи Юдит узнает, что адвокат обратился в прессу, чтобы вновь открыть дело Люсии. И толпа, которая в прошлый раз готова была закидать ангела смерти камнями, приходит с факелами к стенам тюрьмы, чтобы поддержать пленницу. 14 апреля 2010 года на новом судебном слушании судья выносит новый вердикт – невиновна. С Люсии снимают все обвинения спустя 9 лет после ареста. Ее обступают родные, пока жадные до сенсации репортеры озаряют зал суда вспышками камер. Снаружи Юдит встречает детектива-босса. Они вместе глядят, как освобожденная Люсия спускается по ступенькам. Так и не подойдя поздравить женщину, которая провела в тюрьме по ее вине несколько лет, Юдит разворачивается и уходит прочь. Фильм заканчивается титрами с информационной справкой. Люсия де Берг провела в тюрьме более шести лет за преступления, которых не совершала. Никто из представителей обвинений, включая свидетелей, так и не понес наказание. После освобождения Люсия вышла замуж за сожителя и воспитывает внучку. Вместе с адвокатом она регулярно выступает с лекциями перед студентами юридических факультетов. Субтитры создавал DimaTorzok